Уровень занятости населения является важным показателем социально-экономического развития страны. И если до кризиса он был достаточно высоким, то сегодня экспертов настораживает то, что количество безработных россиян постоянно растет. В нашем городе ситуация на рынке труда также складывается нестабильно. Одной из проблем, связанных с трудоустройством, остается несоответствие спроса и предложения рабочей силы. За 8 месяцев текущего года в Центр занятости населения сведения о сокращении численности персонала на 123 работника предоставили 27 организаций. Число обращений намного превышает эту цифру – 1560 человек. Да и на учет ставят не каждого – всего только 598 человек. Конечно, цифры постоянно меняются. Многие уже нашли работу. По состоянию на 31 августа 2017 года численность граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения с целью поиска подходящей работы составила 131 человек. Из них 87 человек являются безработными. В настоящее время на рынке труда города Десногорска устойчивым спросом пользуются такие специальности, как уборщики, медицинский персонал, газоэлектросварщики, монтажники, бетонщики. Сотрудники Центра занятости взаимодействуют со всеми организациями города, занимаются профессиональной подготовкой и переподготовкой, повышением квалификации. Также организуют и временное трудоустройство, в том числе и детей. В этом году на время летних каникул Центр занятости совместно с образовательными учреждениями нашего города, а также с Смоленским управлением филиала АО «Электроцентромонтаж» трудоустроил 101 школьника. Кроме того, в течение года Центром занятости проведены ярмарки вакансий, после участия в которых 84 человека было трудоустроено. Но найдут ли люди работу, во многом зависит от добросовестности работодателей. Хотелось бы напомнить работодателям, что все предприятия и организации, независимо от формы собственности, обязаны предоставить Центр занятости города информацию о наличии свободных вакантных мест до 28 числа ежемесячно. С разъяснением по заполнению форм отчетности можно обратиться к специалистам нашего Центра или получить консультацию на нашем официальном сайте. Напоминаем, что непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о наличии вакансий влечет наложение штрафа на работодателя в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Продолжение следует...